И теперь к победе Владимиром Кличко. Его молодежь 26 лет. Его высоте 2 метра. Он был в весе 110 килограмм на весе. Его рейкорд. Он победил 41 км. 40 побед у Владимира, 37 нокаутов. Одно поражение отрос от Юрики, если вы помните. Ноль не счастливы. В его роте мега, директор Михаил Тим, Матхиас Бюхме. И сегодня, который в 69-м году в ВМ-Капфе в ринге стоит. Из Амбурга, фридц Студник. Фридц Студник, тренер. И, конечно, один человек, который не забудет. Брюдер аромтирующего вооружащего 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 бокса. Рингрихтер, который в этом кампе, представлен, это мистер Денаро Родригес из США. Это рейхер Денаро Родригес. И, пункт рейхер. Один немецкий судья и два американских. Это судьи сбоку. Был и непременный мистер Франциско Валкарсель, президент ВБУ, только тут. Доктор Бруно Родриг и директор Арнольд Долга и Энри Брюмер. Никто никогда из серьезных боксеров не смотрит за спину, как говорят американцы, своего противника, ожидая следующего боя. Нет, это препятствие, которое нужно преодолеть. И желательно преодолеть убедительно и в хорошем стиле. На 11 лет старше Коррис Андерс, Владимира Кличко. Субтитры делал DimaTorzok У меня складывается впечатление, что Кори Сандерс длинного боя не выдержал. Не только в силу своего возраста. В принципе-то все свои победы он одержал где-то в основном в начале боя. Если бой затягивался, Кори Сандерс практически снижал обороты. Его арсенал тратился. И все на этом кончалось. Даже в победных боях он не очень убедительно выиграл. Конечно, главное оружие, как вы знаете, против левши, это хороший точный правый удар. А также умение ставить себя в выгодное положение. Заходить за переднюю руку противника. Собственно, и левша должен делать это, стремиться к этому. Сандерс предлагает низкий темп. Ему это выгодно, но и Владимиру тоже, в общем, спешить некуда. Но вот это вот нельзя допускать никак. Ни в коем случае пропускать у Сандерса нельзя, потому что он все-таки тяжеловес. И еще одна вещь. Ох ты мой, что же произошло-то? Какой кошмар. Ни в коем случае нельзя было сейчас принимать на себя атаку Сандерса. Просто хватать его было и держать. Да. Да, приходится признать, что просто гонг спасает молодого от разгрома. Харьба�! Харьба! Харьба, Харьба! Харьба! Ни в коем случае? Хорошо! Крент мне в коем случае? Харьба за руку. Крент с вывода. Прикрент, да? Да. Хорошо. Но если я нужен, shift его. Их будет хорошо. Надо было это предвидеть. Надо было предвидеть и Владимиру. И самое главное Сдуник. В начале боя позволить возрастному боксеру провести такую атаку никак нельзя было. Сдуник обязан был настраивать своего бойца, предостеречь его и прикрыть жестко. Конечно, вот что такое левша. Вот это зеркальное отражение самого себя. Тогда удар идет с совершенно неожиданной стороны. Ну вот, друзья. Как все это кончилось? Это кончилось таким образом, как никто вообще не предполагал. Все специалисты, все знатоки все придерживались из того же мнения, которое и я высказал. Что классом Владимир выше, чем Кори Сандерс. Но две ошибки привели к роковому результату. В этом еще долго будут разбираться, пытаясь понять, что же на самом деле произошло, кто допустил ошибку. Ну, понятное дело, что боксер допустил ошибку. А в этом весе любая ошибка чревата тяжелым поражением. В этом весе Вот вам, пожалуйста, повтор, где Владимир идет просто на удар. В то время, как он обязан был заходить за переднюю руку Сандерса. Я представляю, как себя Виталий сейчас чувствует. Для него это все гораздо тяжелее, может быть, даже, чем для брата. Хотя то, что я говорю вам, может оказаться нелепостью. Но я вас уверяю, это именно так. Думаю, что анализ этого боя о многом скажет. Здесь, может быть, и психологическая была неготовность, если можно так выразиться, это нелепое выражение. Но мне казалось, что никто не сомневался в победе Владимира, и он был абсолютно убежден, что с этим-то противником-то он разберется. Жорж Форман, Лэри Мерчант, HBO, знаменитый комментатор. Что они сейчас говорят, любопытно было бы послушать. Не надо забывать, что огромное количество скептиков сейчас в Соединенных Штатах возникнут со своими воспоминаниями. Мы вам говорили, мы предупреждали о наших сомнениях и так далее в отношении братьев Кличко. Не надо забывать. Великие бойцы падали. И Лен Экс Льюис падал, и Тайсон падал. Это тяжелый вес. Да, Кори, конечно, в этом бою превзошел самого себя. Я вам говорил, что это храбрый тяжеловес и с тяжелым кулаком. И об этом нужно было помнить до боя. Я думаю, что Кори сейчас вырвется во все эти мировые рейтинги, во все эти топ-10, высшие десятки и так далее. Но это мало что изменит в том, о чем я вам говорил. Это не звезда. И таковым он и останется. Что касается Владимира Кличко, не надо думать, что для него все кончено. Я думаю, что тот потенциал, которым он обладает, требует развития. Того развития, которое вряд ли его тренер Фрейд Сдуник может ему дать. Не хочу ничего навязывать. Но все-таки, мне кажется, братьям Кличко нужен тренер гораздо более интересный, не стандартный, не однообразный. Пока можно было эксплуатировать физические данные, рост и мощь братьев Кличко, Сдуник был на высоте. Сейчас нужны совершенно другие подходы. Я думаю, что поскольку оба они очень неглупые ребята, они к этому отнесутся с полной серьезностью после этого поражения и постараются что-то изменить. Возможности такие есть. Вот видите, нельзя идти было на левшу с левым ударом, откинув голову назад. Ну что тут поделаешь? Бокс есть бокс. Он непредсказуем. А непредсказуем с тяжелым весом, это вообще императив. Вот так, друзья, закончился этот бой. К нашему разочарованию. Ну думаю, что списывать братьев Кличко со счетов никто не станет. Мы с вами тоже этого делать не будем. Нам следует поздравить Пори Сэндерса. Это боец, который свои 37 лет сделал то, на что, как многие думали, он совершенно не способен. Так что я думаю, это высшее достижение в его спортивной карьере.